Бульба 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 Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился до приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом, и гребнем расчесывала их молодые небрежно склоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами. Вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственную грудью, возрастила их, взлелеяла, и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые, что будет с вами? Что ждет вас?» Говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших когда-то ее прекрасное лицо. Молодость без наслаждения мелькнула перед ней. Ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзания отсвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что из нежного и страстного в женщине, все обратилось у нее в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, со слезами, как степная чайка вилась над детьми своими, ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их больше никогда. Кто знает, может быть, при первой битве Татарын срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица. А за них она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда сон всемогущий начинал смыкать их, и думала. А вось Либа-Бульба, проснувшись, отсрочит день кана двоих отъезд. Может, он так от того надумал скоро ехать, что много выпил? Месяц свышенный небо давно уже озарял весь двор, наполненный спящими. Густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул чистокол, окружавший двор. Мать все сидела в головах милых сыновей своих, и ни на минуту не сводила с них глаз, и не думала о сне. Она просидела до самого света, и вовсе не была утомлена, и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ярко сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он хорошо помнил все, что приказывал вчера. Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара? Так он обычно называл свою жену. Живее, стара! Готовь нам есть! Путь предстоит великий! И бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурстаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачеканных сапогов софьяные красные, серебряными подковами. Шаровары шириной в черное море притянулись с золотым очкуром. В очкуры прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими попрекушками для трубки. Казакин алого цвета с угна ехала, как огонь, опаялся с узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс. Сапога прякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелее. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли березну их издал ровый, мощный цвет юности. Они были хороши, под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, как увидела их, и слова промолвить не смогла. И слезы остановились в глазах ее. Ну, сыны, все готово, нечего мешкать, произнес Бульба. А теперь по обычаю христианскому нужно всем присесть на дорожку. Все сели, не выключая даже их хлопцев, стоявших почтительно у дверей. Теперь благослови мать детей своих, произнес Бульба. Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали всегда честь силу царскую, воевали за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская на земле и на воде спасают. Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольших иконки, надела им, рыдая на шею. Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу, пришлите хоть весточку о себе. Далее она не могла говорить. Ну, пойдем, дети, сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные тони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толстый. Когда увидела мать, что уже из сына ее сели на коней, она кинулась к веньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаянием в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее и бережно унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всей легкостью дикой козы, несообразно ее ли там, выбежала за ворота. С непостижимой силой остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какой-то помешанной, бесчувственной горячностью. Ее опять увели.